В студии с выпуском новостей Амир Кедрасов. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с главной темы. Сегодня, 5 октября, преподаватели всей страны отмечают профессиональный праздник – День Учителя. Утром наша съемочная группа отправилась в 9-ю школу, чтобы поздравить учителей и увидеть, как это делают ученики. Среда, 5 октября. В школе номер 9 стал очень радостным, торжественным и насыщенным днем. С самого утра учителя принимали подарки и поздравления со светлым праздником – Днем Учителя. Поздравляем! Спасибо! Садат, вы себе дружили, нельзя сходить. Наверное, это лампучка. Спасибо! Я сегодня заработала уже кучу лет. Таким оригинальным подходом подошли к поздравлению школьники. По словам учащихся, они ежегодно придумывают неординарные поздравления своим преподавателям. Знаете, это такая фишка. Ну, просто охота была как-то с утра поднять настроение. В принципе, это такая маленькая, ну, да, всего несколько слов, но они так просто заряжают. И эта конфетка, она прям радует их. У нас каждый год по традиции 11 класс организовывает праздник для учителей. И каждый год мы их так встречаем, то есть задаем вот этот темп этого праздника. Каждый день учителя не похож на предыдущий. Меняются годы, поколения, обстановка в мире. Но неизменно остается одно – труд учителя. Кумертауские традиции, честность педагогов в их профессиональный праздник существует много лет. Это не просто праздник профессионализма, а праздник, наверное, призвания души и сердца, потому что в школе посторонние люди никогда не работают, они не задерживаются. Поэтому я могу сказать, что сегодня в моем коллективе работают самые замечательные, самые лучшие педагоги, которые преданы своему делу, любят школу, школу номер 9, любят детей. И сегодня мы немножечко получили возможность благодаря празднику немного отдохнуть. Сегодня у нас 12 класс, это у педагоги, а наши дети с удовольствием заняли наши места и ведут уроки. В школе сейчас тихо, в школе хорошо, тепло. Море прекрасных каких-то праздничных моментов сегодня получили педагоги, мы, наверное, еще их получим. Для Ангелины Сагиновой это первый в жизни профессиональный праздник. Она является выпускницей школы номер 9. Закончив с отличием педагогический институт, Ангелина Николаевна устроилась работать в родную школу. Все очень прекрасно, все чудесно. Дети поздравили, родители с утра поздравили, очень приятно. Не каждое утро вам дарят цветы. Все было прекрасно. Каково это вообще первый твой профессиональный праздник? Ответственно. Все равно, хоть праздник, все равно надо идти на работу, надо также держать маску, также улыбаться, также детей учить. Но необычно. Именно в этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки. Устраивают концерты и по традиции проводят день самоуправления. Мы сегодня ведем у второго Б-класса, так как у первых классов не ведутся уроки. Класс нам достался послушный. Сдаем им очень сложные примеры, которые учителя им никогда не задавали. Все-таки решают. Удивительно. Мы думали, они не смогут такие решить, но решили. А как ты так решила задать такие сложные задания? У них впечатляют? Ну, как привыкать им надо, потому что... Сейчас программа усложняется с каждым годом, поэтому надо заранее готовить уже к таким примерам сложных. Первый раз он первый, я тяжело, если честно, потому что класс попался еще самый маленький, тем более некоторые бывают выкручиваются, пытаются показать себя на публике. Вот, тяжело. Надо свистеть, надо кричать им, чтобы они поняли. А так, в принципе, интересные, занимательные. День самоуправления понравился не только новоявленным педагогам, но и тем, кто остался за партой. Старшие товарищи преподают нам как к друзьям. Относятся не как учителя с высока, а относятся более как бы так дружески. И помогают нам, потому что понимают, каково нам это. На этом праздничный день не закончился. В этот день поздравили и учителей-ветеранов, посвятивших свою трудовую деятельность именно девятой школе. Очень приятно мне здесь находиться, очень приятно. Вы меня, знаете, душа радуется, что я вижу всех сейчас вот здесь за столами. И разговор у нас будет длинный и интересный. Когда я и думаю о школе, я здесь живу, я всегда останавливаюсь, как перед храмом. Все свои силы, всю свою энергию, мне было очень много энергии отдавало в школе. Я занималась не только классом, я занималась общественной работой в школе. На город работала, выступления всевозможные. Мы всегда гордимся девятой школой. Сегодня с днём учителя поздравили учащиеся и преподаватели. За многолетний труд и новаторство, за заслуги, за внесённый вклад в образование общеобразовательного учреждения наградили почётными грамотами ветеранов. Слова поздравлений в этот день звучало из уст каждого ученика и ученицы. Цветы и хорошее настроение школьники дарили педагогам. Петербург, привет, вас зовут Марсюм, до внешних. Оля Андреевич, не видишься? А чё нет Марата, чёте? Макру! Талант учить и воспитывать не приносит больших материальных прибыли. Но есть люди, которые не могут без этого жить. Такие педагоги идут на работу с радостью и удовольствием, любят детей и школу. Наверное, каждый родитель хочет, чтобы рядом с его ребёнком находились именно такие люди. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В Доме культуры «Рассвет» прошёл праздничный концерт в честь Дня Учителя. Поздравили сотрудников дошкольных образовательных учреждений, школ, коллеги, творческие коллективы и первые лица города. Моя преподавательница, она добрая, хорошо всё объясняет, мы её все любим. Мы учителька Адратьевна Павловна, она очень хорошая, очень хорошо объясняет, всему может научить. Я желаю ей терпения у нас, удачи, любви, здоровья. Моя учительница в школе Галина Рожаповна, она очень добрая. Я желаю ей счастья, здоровья, любви, радости, чтобы она нас терпела, ну, чтобы она не болела. Поздравляю своего классного руководителя с Днём Учителя Краснопёрова, Валентин Петровна. Желаю ей счастья и успехов в личной жизни. День Учителя – это праздник всех педагогов, вкладывающих свой труд в развитие каждого ребёнка, в его подготовку к самостоятельной жизни и, конечно же, в выбор своей жизненной дороги. За профессиональные достижения сотрудникам образовательных учреждений города были вручены почётные грамоты и благодарственные письма. Татьяна Ивановна Бородина, учитель русского языка и литературы, муниципального, пюджетного, общеобразовательного учреждения с линией общеобразовательной школы номер 6 городского округа города Кумертау, в республике Вашкортостан. Благодарю вас за преданность к своему делу, за ваш профессионализм, за гуманизм, за готовность вкладывать всю свою душу в воспитание и развитие каждого ребёнка. Благодаря вашему труду возрастает интеллектуальный потенциал нашего города, республики, страны в целом. От учителей зависит очень многое. Родители часто не могут уделять детям столько внимания, сколько на своих учеников тратит преподаватель. Потому и родители, и дети постарались сделать этот день ярким и праздничным для учителей. Также виновников торжества поздравила исполняющая обязанности директора казённого учреждения Управления образования Наталья Быкова. Желаю вам всем крепкого здоровья, берегите себя, не задавайте много уроков, чтобы интернет не пестрил такими записями. Вечер. Уроки выучили. Мать охрипла, сынок оглох, соседи всё выучили наизусть, собака пересказала. Для Валентины Сидоровой профессия учителя значит очень многое. Она ещё со школьного возраста стремилась участвовать во всех школьных мероприятиях. И когда после окончания учебно-производственного комбината встал вопрос о будущем профиле, она, не раздумывая, выбрала педагогику. Потому что мне очень нравились дети, мне очень нравилось с ними общаться. Ты подпитываешься от них энергией, остаёшься, можно сказать, молодой, идёшь в одну ногу со временем, с ними тоже нет. Это, ну, думаю, что профессия учителя это очень-очень перспективная профессия в плане того, что, как это сказать там, в плане того, что вообще не с молодёжью. Они тебя стимулируют, ты их стимулируешь. То есть ты являешься для них примером. В этот вечер прозвучало множество добрых слов и душевных поздравлений от учащихся. А также своими яркими музыкальными выступлениями учителей порадовали сольные исполнители и танцевальные коллективы. Каждый из присутствующих с искренней теплотой и сердечностью смог вспомнить своих педагогов. Года проведут, малыши подрастут, космический круг, корабли поведут. И, может быть, вспомнят у звёздных миров, а нас, воспитателям детских садов. Мне запомнилась, конечно же, моя классная руководитель, которая нас свела с 5 по 11 класс. Это замечательный учитель русского языка и литературы, Дивейкина Елена Анатольевна, которая привела нам огромную любовь к литературе, которая выучила нас русскому языку. До сих пор мы не знаем никаких проблем с этим. Я желаю ей здоровья, прежде всего, чтобы ещё много-много лет она учила детей, прививала свою любовь предметам. Я желаю ей огромного терпения, потому что без терпения учителям, к сожалению, сейчас приходится очень тяжело. Ну и творческих успехов каждый год всё больше, больше и больше. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В минувший понедельник состоялось первое заседание Совета муниципального района Куюргазинский район 4-го созыва. На сессии был избран председатель совета, его заместитель, а также депутаты сформировали постоянные комиссии для наиболее эффективной реализации полномочий. Участниками заседания стали глава администрации Ахат Кутлу Ахметов, заместитель премьер-министра правительства Республики Марат Магадеев, первый замминистра Министерства промышленности Халил Рахимов, заместитель руководителя аппарата Межведомственного совета безопасности Владимир Кургузов, а также представители общественных организаций и руководители предприятий района. На повестку дня были вынесены 13 вопросов. Инициативная группа на рассмотрение об избрании председателя совета внесла кандидатуру Леонида Богатырева, депутата избирательного округа номер 2. И надеюсь, что вместе с вами мы будем выполнять те наказы, те задачи избирателей, которые перед нами ставятся, которые стоят перед районом, во благо наших избирателей, жителей нашего района, и чтобы у нас было спокойствие, процветание и, главное, мирное небо. Для этого мы должны приложить и, надеюсь, на вашу поддержку и помощь. Единогласно депутаты проголосовали за предложенную кандидатуру. Заместителем председателя совета был избран депутат 5-го избирательного округа Рауфна Мазголов. В целях наиболее успешного функционирования совета района присутствующий также сформировали 4 постоянные комиссии и избрали их председателей. В связи с истечением срока контракта было запланировано проведение конкурса на замещение должности главы администрации района. Исполняющим обязанности на это время назначили действующего руководителя Ахата Кутулахметова. В завершении сессии района за добросовестную и плодотворную депутатскую деятельность в составе совета и активное участие в общественной и политической жизни участникам заседания были вручены благодарственные письма. Благодарственное письмо вручать Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, Игорь Хлопотов, телекомпания «Арис». Отслужить в вооруженных силах Российской Федерации долг каждого настоящего мужчины. 1 октября по всей стране начали работать призывные комиссии по отбору граждан на срочную службу. Город Кумертау не исключение. Как прошел первый день призывников, узнавал мой коллега Константин Меркушев. 5 октября в здании военного комиссариата прошла первая призывная комиссия в рамках осеннего призыва. Началась очередная осенний призыв. Город Кумертау традиционно отличался в числе лучших. И занимал прошлый год мы второе место, позапрошлый год первое место среди военкоматов республики. Эти места определяется не просто так, а потому что по определенным критериям качество отбора призывников для службы в вооруженных силах это одна из лучших в нашей медкомиссии, одна из лучших в республике, потому что у нас нет возвратов с военкомата при отправке призывников. Если весенний призыв был отправлен около 120 человек, то этой осенью по плану военкомата число призывников должно вырасти до 140 человек. Мы всегда справлялись, у нас есть ресурсы подростков, значит, есть, он в городе, проводятся в городе медицинские профилактические обследования, то есть мы пытаемся на ранних стадиях все-таки выявить подростков призывного возраста, и чтобы уже вот эти вот до призыва как-то постараться восстановить здоровье. Ну, резервы есть, поэтому я так думаю, что и в этом году мы с планом отправки тоже справимся. Согласно обязательной процедуре в отношении всех призывников будет решаться вопрос об отправке вооруженной силы, либо о предоставлении срочки по уважительным причинам. Сначала каждый потенциальный солдат прошел медицинское освидетельствование, а затем был приглашен на комиссию. На удивление, желающих отправиться в армию было достаточно. Только за первый час работы комиссии двое кумертауских ребят с уверенностью заявили, что готовы служить. Армия учит нас быть мужчинами, быть защитниками своего отечества, родины. Учит, вообще она закаляет дух, мне кажется. Ощущения нормальные, как всегда. А что нам ткать? Служить в армии, защищать родину. Мальчишки настроены позитивно. Сегодня приятно было видеть, задавая многим вопросы о желании служить в армии. Они говорят, да, желаю, мы готовы. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы таких было больше. Эта призывная комиссия продлится до 31 декабря 2016 года. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Своё 20-летие отпраздновал образцовый фольклорный ансамбль Коюргазинского района «Ладушка». В Доме культуры «Молодость» собрались множество друзей и поклонников коллектива, чтобы поздравить «Ладушку» и его руководителя Ирину Ежову со знаменательным событием. Два десятка лет творческий коллектив «Ладушка» радует зрителей своими выступлениями, даря душевные композиции и не оставляя никого равнодушным. Бывших и нынешних участников ансамбля поздравил исполняющий обязанности главы администрации района Ахат Кутлахметов. «Счастье и благополучие нашим артистам под руководством Ежовой Ирине Александровне. Огромное спасибо, которое долгие годы уделяет нашим детям. «Ладушка» — это звездочки нашего района. Поэтому от администрации совета подарок 20 тысяч рублей. Новых музыкальных побед любви и преданности зрителей коллективу пожелала начальник отдела культуры Светлана Тураева. Она вручила именинникам в подарок ноутбук. «Ладушку» поздравили и совсем юные творческие коллективы Дома культуры. «Мы вас очень любим, уважаем. С праздником! Ну и второй год — это 20-летний юбилей нашего образцового фольклорного ансамбля «Ладушки». В этот вечер напомнить зрителям о прошлом репертуаре ансамбля пришли его первые участники. Вместе со своими семьями и детьми они исполнили музыкальные композиции. Руководитель коллектива Ирина Ежова поблагодарила всех присутствующих за поздравления, подарки и их преданность ансамблю, а также муниципалитет, за постоянную поддержку и помощь в развитии народного творчества. И самые искренние слова признательности прозвучали из уст преподавателя, конечно же, по отношению к своим ученикам. «Роди мои, за терпение, за талант поклон большой вам! Общение с вами очень мне приятно, и не греблю при этом я душой. Вы мне даете мудрости уроки, мы с песней постигаем красоту». Завершился юбилейный вечер выступлением баяниста Артема Уханова. Гость из города Оренбург приехал специально для того, чтобы поздравить ансамбль со знаменательной датой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ